Вижу себя. Ты себя видишь, а тебя мы не видим. Саня, а ты меня тоже не видишь? Вижу, вижу, вижу. У нас же я спрятался. Малиновые куртки такой, тужурки, да. Я тебя не вижу. Ну что, перезвонить мне? А, во, 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 вот теперь я тебя увидел, вот теперь тебя люблю. Ох ты, ну какой красавец. Какой красавец. Ну это примерно как из свадьбы в Малиновке. Помнишь там этот дедушка, который говорил, что власть переменилась? Ну приблизительно. Можно также сказать, на красный клочок всегда найдется дурачок. Нет, это красный цвет у нас этой республиканской партии. Завтра у нас день флага, поэтому у меня тут флажки американские. А потом завтра так же, в день флага, так получилось, что у Трампа день рождения. Поэтому, ну я по вашему времени живу, поэтому я уже праздновать начну скоро. Это правильно, и я категорически поддерживаю это правильное решение. Праздновать надо, празднование откладывать нельзя. Поэтому я начну с вашим временем, а кончу с нашим. О, замечательное решение. Так, ну что, мы начинаем не праздновать, а вашу передачу. Стоп. Легко. Стоп, ребят, я закрою окно, а то там гавкают всякие. Смотри, они еще в Израиле собак не сожрали. Гавкают еще. А ты где находишься, Сань? Что-то у тебя такое все розовенькое в цветочках, все такое красивенькое. Я нахожусь на территории моего хорошего друга, ну, скажем так, его фамилия Александр Стрыгин. Ну, это понятно. И мы так же знаем, чем этот Корнет занимается в свободное от политики время. Он гонит вот такой самогон. Вот такой, вот такой. Вот замечательный. Уважаю, уважаю. Уважаю. За него бы, за него бы проголосовал бы. За него бы я бы голосовал. И я бы проголосовал. А че? Балаболов этих. Так, ну что, начинаем? Подожди, Юр, если начнет эхо давать, это, наверное, мои наушники, я тогда их сниму. Ладно, но пока эхо нет. Выброси их вообще в мусорное ведро. Зачем тебе наушники? А они тогда лучше звук, лучше. Ну, удвоенный звук, это два лучше, чем один. Вот сразу я вижу, что он не украинец и не из наших. 120 долларов выбросил. Ох, ё-моё. Вот так вот. Ну, подарили, не сам купил. Я бы не потратил. У меня больше. У меня крыша 10 долларов. 120 долларов, это почти 400 шекелей. Какой ужас. Это 60 долларов каждое ухо. Понятно. Ну что, ребята, начинаем? Поплыли. Здравствуйте, друзья. В эфире канал Нью Рашворд. И в рубрике «Два полковника и лейтенант Пиджак» с вами капитан первого ранга ВМС США Гарри Юрий Табах. Привет, Юр. Здравия всем желаю. Полковник вооруженных сил России Александр Глушенко. Привет, сын. Здравствуйте, товарищи. И старший лейтенант Пиджак из всеми ненавистного Израиля Юрий Гемельфарт. А также сегодня за кадром присутствуют еще некоторые полковники, не принадлежащие к корпорации чекистов, а также корнет Александр Строгин. Поэтому я так предполагаю, что нашу передачу уже пора переименовывать в «Хунта полковников и лейтенант Пиджак». Но я напоминаю, что мы, кроме всего прочего, мозги мирового правительства – три мозга. Три, три, да. И мы решаем очень важные проблемы. И эти проблемы мы начинаем решать. Для начала, дорогие друзья, у меня один вопрос. Знаете ли вы, кто этот замечательный человек? Это Сергей Крикалев, герой Советского Союза, космонавт, герой Российской Федерации, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», кавалер ордена Ленина, ордена почета и дважды доверенное лицо Владимира Путина, доверенное лицо партии «Единой России», полномочный представитель губернатора Ставрополя в Москве и в Санкт-Петербурге, патриот Крым, наш человек, который возрождал российскую малоавиацию в Крыму и так далее и тому подобное. Но, кроме всего прочего, Сергей Крикалев – обладатель двух рекордов. По самому долгому пребыванию в космосе и подал самому долгому суммарному пребыванию в космосе. Правда, первый рекорд Сергей Крикалев установил не совсем добровольно. Он полетел еще в Советском Союзе в мае 1991 года с Анатолием Арцебарским и англичанкой Хелен Шарман. Арцебарского с Шарман сняли, а Крикалев полет продолжил. А пока он летал, так сказать, Советский Союз накрылся медным тазом и сняли Крикалева через 311 суток непрерывного пребывания на орбите. Ну, это, можно сказать, человек-легенда. Человек-легенда, без дураков. Но дело тут вот в чем. Дело в том, что также Сергей Крикалев до вчерашнего дня был исполнительным директором по пилотированию космическим программам корпорации «Роскосмос». И вот его уволили за то, что он подверг критике программу господина Рогозина о том, что не надо заниматься всякой хренью и снимать на орбите фильм «Вызов» и посылать туда разного рода дам с пониженной социальной ответственностью, при этом отодвинув плановые полеты российских космонавтов на неопределенный срок. И при этом после этого герой России, герой Советского Союза, рекордсмен, кавалер орденов, дважды полномочное лицо Владимира Владимировича Путина, в два дня вылетел со своей должности. И вот, дорогие мозги мирового правительства, кого мы поддержим? — Я поддерживаю Рогозина, например. — Однозначно Рогозина. — Ну, я всем верю. — Смотри, сколько космонавтов в российском отряде космонавтов? Ну-ка, прогугли. — Человек 300. — Человек 300. А Рогозинов сколько? — Один. — Вот. — Вот. — Поняли? — Поняли. — Соображаете? — Соображаю. — Вот я поддерживаю Рогозина, потому что так, как Рогозин развалить российскую космическую программу, по-моему, ни один гостеповец не сможет. — Не, никогда у них нет таких талантов. — Да, я за что. — Тут однозначно совершенно... — Слушай, а вот эти фотки его показывает, он правда, что ли, так раскабанился? — Он реально беременным. — У него какой-то там этот, по-моему, инопланетянин, инопланетянин у него там, он забеременел, по-моему, там, от космоса. — Да, фильм «Чужие». — Фильм «Чужие». — Фильм «Чужие». — Да, вот там что-то у него там, да. — Юра, ну вот согласись, вот ты сейчас можешь, допустим, отжаться 18 раз для смеха? — Кто, я? — Ну, не я же. — Я не могу. — Не, ну, 18 раз... — Юра, я не знаю, я, Гарри, спрашиваю, ты можешь там, допустим, 18 раз отжаться ради смеха, можешь? — Почему 18? Я могу больше. — Ой, мой мой. — Это норматив для солдата первого года службы. — Серьезно? — Да. — У нас минимум 40 раз отжаться нужно, неважно, это солдат, полковник, генерал. — Угу, это минимум 40 раз. — Вот, нет, 18 у нас идет по наставлению по физической подготовке. Я речь веду совершенно о другом, о том, что если вот этот вот лидер, командир, начальник Роскосмоса с этим пузом, бля, не сможет никогда отжаться даже по 17 раз. — Как солдат первого года службы, ну, наверное, он не лидер и не руководитель, он Роскосмос. — Я тогда же выскажу мое оценочное суждение, что господин Рогозин даже 1,8 раза отжаться не сможет. — Зато он отжать сможет, а вы нет. — Логично. — Вот логично, черт побери. Ты прав, ты прав. Не сможет. Мы не можем. — А вы не можете, вы вообще ничего не можете. — Да ничего мы не можем. — Вы ничего не можете. Я уйду из стопила. — Ой, ё-моё. — Вы себя променял. Как абсолютно бесполезный человек, абсолютно бесполезный полк, я сделал 20 отжиманий. Ну и что? — Меня, меня, меня обидели. Вот у нас как бы топило должно быть как НАТО. Если одного обидели, мы все за одного. А мою прошлую программу с вами с Ютуба удалили и дали мне ворнинг. И сказали, вот так вот. И сейчас и все. И все. И некому заступиться за сиротинушку. Меня так выгонят нахрен. Где топило? — Где протесты? — Вы ни одного магазина не грабанули. Ни одного дома не сожгли. Ни одну машину не перевернули. Где вы, братцы, топило? — Юра, ты сейчас опять будешь говорить об антисемитизме. Так же, да? — Так программа же у нас была про антисемитизм. Ее удалили. — Это точно. — Сказали, что грубость, там что-то это... И харассмент. И запугивание других. — Так мы наоборот, мы же сказали, я напоминаю нашим дорогим зрителям, что мы, когда показали этих двух персонажей, которые выступали против Израиля, мы же оговорились, что мы не будем говорить, что это две черные дуры. Мы не будем говорить, что это две тупые лохматые пизды. Мы никогда так говорить не будем. — И мы не говорили. — И мы не говорили. Мы заранее об этом предупредили. И предупредили наших зрителей, чтобы они никогда так не говорили. А тут можно сказать, слушай, а может они реально тупые? Может они не поняли? — Не поняли. Все они поняли. Просто махровый антисемитизм у нас в стране. — Да. — Вот сейчас... — Ты про какую страну сказал, Юра? Ты про какую страну? — Какая разница? Про нас тут. У нас сейчас одна, у нас тут есть одна такая активистка, женщина, она там, у нее, она, ну она себя считает ингушкой, хотя там она не чистая ингушка, ну все, она такая разница, человек себя считает ингушкой, ну и посчитает себя ингушкой. Так она говорит, мне там обидно за ингушетию и все там это. На нее напали все еврейцы. А вот, живешь в Америке, твоя родина, а ты все старым, думаешь, мы же там, Россия не изучает, а про Израиль скажи, они сразу налетаются, знаешь. За Израиль можно, за ингушетию нельзя. — Ни фига себе. — А мы выступаем за ингушетию, я нахожусь в Израиле. — Никто из нас в Израиле не был никогда и не воевал за него. И наоборот не платил. — На меня в Израиле пока еще никто не нападал за то, что мы защищаем на нашем канале ингушетию. А в Америке нападают. Это что-то неправильное. — Самое интересное, что мы, допустим, с Юрой Гиммельфармом очень часто и очень много общаемся с нашими друзьями ингушами. Так же? Конечно. — Да у меня вообще даже есть один друг, не к столу будет сказано, чеченец. Знаешь, это как говорили, что я не антисемит, у меня сосед еврей. Знаешь, я сосед еврей, я не антисемит. Он мне сосед, это... Я его даже ни разу не отпи... Не ударил. — Ну это да. Но вот, кстати, вот в отношении ударил, тут очень интересная тоже новость пришла. Дело в том, что господин айфончик, ну более известный как Димон, менее известный как экс-премьер-министр Российской Федерации, какой он должен сейчас занимать, я не в теме, не знаю, врать не буду. Он заявил, что Единая Россия не разделит судьбу КПСС. А вот тут я поддерживаю это заявление. Конечно, не разделит КПСС. — Это бывший президент России? — Точно, он занимал эту должность. Да-да-да-да. Кресло-древо. — Катина Медведев, вы чего? — Димон, Димон. — Димон, Димон. Вот, но я согласен с ним полностью. — Кто-то мне сказал, что он еврей. Говорят, что настоящее это его имя Давид Бер. Ну, Бер, как по-английски, медведь. — Да, и самое... — Звучит по-еврейски. — Вообще совсем другое слово. Он не медведь, а какой-то там что-то такое. — Куала. Ну, Куала вообще тоже медведь. — Ну, страйк опять загонит. Я уже хочу молчать. Мне сейчас страйк дадут за эту программу. — Да ладно тебе. — Но возникает... Я еще раз говорю, я полностью согласен с этим утверждением. КПСС, как бы к ней не относиться, но это все-таки была партия, в которой была идеология. А Единая Россия, с моей оценочной точки зрения, это ОПГ. Так как будут поступать с ОПГ? — Не, ну, в КПСС они там менялись иногда. — Да. Не, ну, здесь они тоже меняются иногда. — Не, ну, в КПСС было политбюро, они должны были считаться с другими мнениями. Как бы они там между собой... — Ага, они должны были считаться. — Энна, Беннерес, Квинтерфинтержес. Энна, Беннеряба, Квинтерфинтержаба. Ну, вот так вот они, эти старые геронтократы, в свое время и считались. — Ну, как-то, я не знаю, что-то мне... Что-то вот там Брежнев, там этот, потом этот, Черненко, как-то у них такие... Они какие-то такие человечные были, знаешь. Они там себе медали вешали, там дарили, на охоту ходили в такие... — А как они в гробу выглядели, как живые. — Да, как живые выглядели. — Ну, как живые? Вот анекдот. Вот мужик... С советских времен еще анекдот. Мужик выходит после посещения мавзолея, слезы утирает, говорит... — Ленин-то наш. Ебей его, мать. Горобу как живой. Милиционер подбегает. — Товарищ, вы где находитесь? — Да, товарищ лейтенант, вы понимаете, я вот был в мавзолее, а Ленин, мать его, в рот вдышала в жопу, как... — Товарищ, вы где находитесь? — Да, товарищ лейтенант, вы не понимаете, Ленин-то наш, да хуй с ним, с Ленином, ты где находишься? — Вот тут то же самое. — Мне напоминает этот другой анекдот, когда умирает жена у одного аксакала старого, он сидит, плачет. Она ему говорит, слушай, я уже умираю, давай вот напоследок ты меня забубень как следует. Ну, он пыхтел, пыхтел всю ночь, куда мог вообще, куда мог, значит, наутро просыпается, она стоит, готовит яичницу, мамалыгу, поет там сулико, все, он такой встает, смотрит, блин. — Начал плакать. Она говорит, слушай, дорогой, что ты плачешь? Ты видишь, я выздоровела, все, не умираю. Вот так по... Он говорит, блин, если бы я знал, я бы Ленина мог спасти. — Юр, кстати, вот сейчас поэкспериментируй, отключи свои наушники, потому что... Попробуй. Алло, алло, алло. Ну, кто? Так, ты отключил свои 120 долларов? — Сейчас эксперимент ставим, ставим эксперимент. Ну, и как твой эксперимент? — Они очень дорогие, очень хитрые, поэтому. — Нормально все? — Ну, алло. — Ну, как сейчас? — А сейчас нормально. — Наш истребитель над тобой не пролетал пока еще? — Ну, пока еще нет. — А если истребитель ваш? — Нет, я имею в виду Табаха. Там я знаю, что он над Флореней должен был пролетать. Истребитель 52-й. — Не пролетал? — Нет. И подводной лодки тоже не видно. — Понятно. — Смотри, да? Смотри на этого американского офицера. Дело в том, что он держит бинокль под руками. — Наоборот его держи! Черт не русский. — Переверни их, да. Вот так вот. — Да не в ту сторону смотришь. — Я это же... — Дело в том, что русский офицер никогда не смотрит перед собой. Ты на меня смотришь, да? — Так вот. — Вы мне больше нравитесь вдалеке. — Да мы и так вдалеке. — А, маленький-маленький, да? — А так близко. — Но, кстати говоря, далеко близко. Вот тут нам надо, дорогие друзья, разобраться с одной ситуацией. Дело в том, что УФА обязала сборную Украины убрать с футболок надпись «Героям слава». Причем это произошло спустя три дня после того, как они, УФА в смысле, украинцам вот эту надпись разрешили. Вот как вы считаете, друзья мои, вот, по-моему, надпись «Героям славы» — это нормальная надпись. И мы должны сказать не только это, но и «Слава Украине». — Героям слава. — Вот. — Я не понимаю, что тут плохого. — А я тоже не понимаю. — А я не понимаю. — «Героям славы» — это самое интересное. — А я говорю, что это был бандеровский... Ну, это неправда, потому что, когда Бандера возглавлял УПА, то была, говорили, «Слава Украине», ответ был «Слава предводителю», «Слава лидеру». А потом, когда Бандера уехал, то вот они поменяли тогда, они еще в горах там бегали, воевали против советских. Они вот поменяли это на «Слава Украине» — «Героям слава». Ну, я ничего тут такого плохого не вижу. Сейчас скажут, что убивали евреев точно, а кто не убивал евреев, знаешь? — Не, ну, тут я соглашусь. — Там это... Есть же даже такой рассказ, по-моему, у Веллера. Есть такой рассказ, когда Будённый умирает, и к нему приезжает этот писатель. Забыл какой. — Ну, их много. — Еврей-писатель, еврей. Он ему говорит, дай запишу. — Бабель, Бабель. — А? Бабель, может быть, Бабель, да, я не помню сейчас. — Бабель, Бабель. — И он говорит, давай запиши одну историю, вот я сейчас расскажу, и тебе какую-нибудь историю там, я еще запишу, чтобы, ну, вашу книгу. — Он говорит, ну что, один раз идем там с отрядом, ну, залетаем в еврейское местечко, я говорю, там сабли наголо. — Он говорит, подожди, а ты же еврей, да? — А тут говорит, да-да-да, еврей. — Он говорит, а, ну ладно, тогда я другую историю расскажу. — С этой точки зрения, господа, вот мне кажется, правильнее было бы сделать следующим образом. Вот посмотрите турнирную таблицу в группе С Австрия, Нидерланды, Северная Македония и Украина. Вот я так думаю, было бы правильно, если бы все эти сборные перед матчем с Украиной приветствовали бы ее словами героям славы. Я говорю, это не влияет на результат, но это было бы правильно, на мой взгляд. — А можно я отвечу Владимиру Владимировичу на это, ну, как представитель Украины? — Давай. — Это не наши футбольные майки, их можно купить в любом магазине. — В любом военторге, во-во-во-во-во-во, точно. — В любом спортмагазине их можно купить. — А, согласен, согласен полностью. — Да, там, где продаются автоматы, пистолеты, пулеметы и так далее. — Нет, там, где продаются спорттовары, знаешь, потому что в Украине они очень любят спорт. Допустим, они, знаешь, они же перенимают американские ценности наши, и также наш спорт. Например, они, я уже понял, что украинцы очень любят бейсбол. Они в прошлом году, у них было продано, по-моему, больше 13 тысяч бейсбольных бит. Правда, только четыре мячика. — Ну, точно, логично. Совершенно логично. — Можете себе представить, друзья, сейчас два полковника десантных здесь вот рядом, они просто ржут. — Мне это правильно. — А потому что я как десантник десантникам скажу. Десантники бывают только двух типов. Десантники, они как крутые яйца. Они, они, нет, десантники, они как яйца. Они или крутые, или в смятку. — Логично. Вот это под... Нет, секундочку. Есть еще... — Сейчас попробую. — Размахнусь ногой и попробую. — Нет, 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 нет. Вот Саня, здесь за кадром присутствует Саня Стрыгин, и он мне не даст соврать. Есть омлет, есть яйца пашот, есть яичница глазунья, так что это может Строгин и сам продолжить этот перечень. Поэтому тут я попрошу не преуменьшать возможности ВДВ. Ни в коем случае. — Нет, я считаю, что у десантников, может, они как яйца. Или крутые, или в смятку. Другого нет. Я, кстати, вот тоже девушку недавно встретил. — О-о-о. — Не мое, не мое. — О-о-о, паньки. — Да, не мое. — А как жену твою зовут? — Не мое. — Скажи честно. — А я сразу ей сказал, я сказал, что жена — это не мое, она не мое. Потому что я не десантник, а она не фонтан. — Ага. — Да. Но вернемся к яйцам. Дело в том, что то, что ты, Юра, сказал в отношении десантников, теперь неактуально. И тебя опровергает патриарх Московский и всея Руси Кирилл, ибо он заявил, об этом передает РИА Новости, друзья, ссылка дана на описание. Он заявил, что воскресшие после второго пришествия смогут проходить сквозь стены. Цитата. Цитата. «Те, кто умер, воскреснутся своими телами. А у тех, кто будет жить до последнего момента человеческой истории, изменится телеса. И это будут уже другие тела. Тела реальные, но подобные тому, которыми обладал спаситель после своего воскресения, он вкушал пищу, но вместе с тем мог проходить сквозь стены и мгновенно оказываться в одной или другой точке географического пространства». Конец цитаты. А вот я категорически поддерживаю это научное открытие. Я, так сказать, считаю, очень полезное изобретение. У меня только один вопрос. А через стенку магазина можно будет проходить? Вы представляете, что вы видели? Еще бы! А скажите... А скажите, и в магазине можно также стенку приподнять? Можно стенку убрать, в магазинку поставить? Как это в этом фильме Иван Васильевич меняет жизнь? Да. Вот полезное изобретение. Правда, по этому поводу уже тут же анекдот родился буквально на следующий день. Анекдот такой. Наш межгалактический царь всея земного шара от милости царской разрешил Алексею Навальному избраться в Государственную Думу. Ну, Навальный приходит в Госдуму, сидит там тут через стену, проходит мужик в хаке и с пулеметом печенек. И спрашивает, так, кто тут Навальный? Все так, он, 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 Навальный, он, Навальный. Он, значит, говорит, Алексей Анатольевич, пригнись! А, ну это старый анекдот, его. Ну да, это еще... А ты знаешь, что я вообще награжден медалью патриархом всея Украины? А, Украины, я уже думал, всея Руси. Да, ну да. А может, всея Руси, я не знаю. Американский полковник награжден украинской медалью? Попрошу, не полковник. Коперанг. Коперанг, он Коперанг. Полковник тоже меня нашел, полковник. Я тебе скажу, за что, правда, вот вас наградить надо. Вот пусть патриарх, в те Руси, наградит вас за освобождение Руси от евреев. А каким образом мы ее освобождали? Тем, что сдриснули отсюда? Ну да. Ага. Логично. И бросили товарища Кусинцына производства. Юра. Товарища полковник. Юра Киритабах. Дело в том, что когда я командовал бригадой в Волгоградской области, одной небольшой мотострелковой бригадой, получилась такая ситуация, когда я позвал к себе на бригадный праздник, ну то есть на день воинской части позвал этого самого человека вот в черной мантии, который, как бы, наверное, скорее всего, был попом. Может быть. И, значит, он там размахивал кадиловым и освещал всю эту воинскую часть. А это был день 20-летия образования воинской части. И мы с ним напились так, вот просто так вот. Совершенно не по-человечески. Ну, нормально. На чём он не понял? Неправда. Я полковник, он полковник. И, значит, долго там целовались, обнимались. Я так до конца и не понял, в чём было вот это вот водосвятие, как он там говорил, там он где-то там что-то такое... А ты когда папа целовал, паркбилет у тебя где лежал? Юра, тогда уже не было. А, уже не было? Ну, тогда ладно. Мы подъехали в одно кафе, сели в кафе, и, значит, пока кафе не сгорело, мы там сидели вдвоём. Два вопроса. Первое. Вы прошли в кафе сквозь стены? Нет, сквозь директора. Ага, сквозь директора. А почему же сгорело? Просто мы уехали. А у меня была... У меня была такой случай. Мы сидели в кафе. Ну, это не кафе, нельзя было назвать. Такой был сарай вроде. Такой вот, там давали вино местное и шашлык с хлебом. Ну, и всё. Это всё меню было. А, зелень какую-то давали ещё тоже. И я как-то там во время патруля мы остановились. Я вообще-то только хлеб ел, потому что мне этот шашлык тоже не нравился. Он какой-то недожаренный всегда был. И они взяли и повесили надпись. Надпись была Светлана. Где-то они нашли с какого-то, может... Кстати, это русское имя. Да. Светлана, это единственный числый в Киеве. А тогда ещё фотоаппараты были. Знаешь, не телефоном фотографировали, а с фотоаппаратами. Я есть на сайте. Значит, я достаю фотоаппарат, смотрю в это стёклышко, и щёлк, и бубум! И это... Кафе взлетело, этот сарай в воздух. Я думал, что я... Ну, знаешь... Взорвал кафе. Да, взорвал кафе, что я нажал, что я взял там RPG или ещё что-то, или там противотанковое это. И нажал, и нахрен взорвал это кафе, влепил в него. И я такой стою, смотрю на фотоаппарат. Ну, я упал, смотрю на фотоаппарат, думаю, нифига себе, что это было такое. А это, оказывается, кто-то из RPG по нему таки долбанул. Ну, как слабо. А я лежал и думал, у меня что-то я перепутал. Неужели я только что забубенил кафе, думал, что я его фотографирую, нахрен? Да. Вот почему надо проходить сквозь стены. И вот тем критикам, которые говорят, критикуют в этом плане патриарха, я говорю, не смейте вмешиваться в опыты академика. Если ты еще раз вмешаешься в опыты академика и станешь на пути технического прогресса, я тебя... Тихо, тихо, тихо. Никакого. Да не, ну, надо просто спросить у этого патриарха, что он курит. Потому что, может быть, это вообще здоровски, если ты вот так вот мыслишь и вот так вот видишь это все. Надо бы тоже пахнуть. Такой травки. А то скотки только развод. Слышь, Стрыгин, он проснулся. Ага, он проснулся. Это радует. Скажи что-нибудь, Дура. Наливаю эту иду. О, понятно. Лучше тогда ничего не говорится. Он говорит, что там десантное рассказывает. Ладно. Ребят, спасибо огромное. Дальше, да. Тогда они говорят, бабушка, возле там, в Рязани, возле училища, они говорят, бабушка, это правда, что вы гимназию закончили? Он говорит, да, да. Закончил я гимназию, помню, как дойчи, там приходили юнкера, мы танцевали, я была, училась, потом поступила в институт благородных девиц. И там тоже вот, они говорят, а правда, что вы сейчас возле десантного училища живете? Она говорит, так ясен хуй. Понятно. Ой, ребят, спасибо вам огромное за потрясающую беседу. Итак, друзья, с вами были капитан перворанга ВМС США Гарри Юрий Табах. Всем отличных выходных и не забудьте завтра утром спеть Happy Birthday, Mr. President. Понятно. полковник Вооруженных Сил России Александр Глушенко. Вольно. За кадром были Александр Стрыгин и два уважаемых человека полковника ВДВ. Ну и также с вами был старший лейтенант Пиджак из Израиля Юрий Гемельфард. Ну, я как всегда напоминаю, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Мирошворд. До встречи через неделю. Пока!